Этого события телевизионщики ждут целый год. Оттачивают профессионализм, снимают конкурсные работы. Открытый фестиваль телекомпании Московской области «Братина» давно вышел за пределы региона. На него приезжают журналисты из разных городов России и зарубежья. Постоянными гостями стали делегации из Сербии и Китая. Фестиваль объединяет единомышленников, людей, для которых телевидение не работа, а образ жизни. Главное, чтобы мы все были вместе и шли дальше, как сказали, единой дорогой. Потому что что мы тут будем смотреть друг на друга, оглядываться, завидовать. Зачем? Надо больше радоваться. Радоваться и любить друг друга. За 22 года существования фестиваля братинцы стали друг для друга, одной большой семьей. Несмотря на то, что это соревновательный процесс, участники радуются не только своим победам. Все четыре фестивальных дня были очень насыщены. Гости посещали мастер-классы и общались с именитыми журналистами. На второй день пребывания в подмосковном Дмитрове настал день Икс. Время самого престижного конкурса «Репортаж с колес». Участникам надо было снять и смонтировать сюжет. Всего несколько часов, чтобы покорить телезрителей своим репортажем. Телеканал «Видное ТВ» представлял корреспондент Максим Козлов сюжетом о чите художников Азбухановых. Уровень Брадины повысился до астрономических каких-то невероятных высот. Потому что во всем мире только два кинофестиваля имеют специальную номинацию «Лучший зарубежный фильм». Это Американская киноакадемия «Оскар» и Брадина. Поэтому мы можем гордиться, что мы присутствуем на таком фестивале. А для телеведущих волнительным моментом стал завершающий день Братины, когда состоялся конкурс «Вы в эфире». В нем приняло участие восемь телекомпаний. Видновчанин Илья Кремнев произвел огромное впечатление на членов жюри. Его визитная карточка и импровизированный стендап бесспорно были лучшими. Об этом говорят оценки. У нас была такая летучка, где ребята просто накидывали свои какие-то видения. И вот так коллегиально мы все вместе придумали такую визитку. Это совокупность работы всего Ленинского района. Но в последнем конкурсном задании «Видное» обогнал телеканал «Комсет» и «Ступина». В итоге заняв первое место. «Видное ТВ» второе. Мой шеф говорит о том, что я человек, только заточенный под новости. Но хотелось бы, наверное, более творческой какой-то профессии. Но именно в этой деятельности, вот в СМИ. Это программы, это передачи. Возможно раскрывать людей через свои программы, через деятельность свою. Закрытие «Братины» гости ждали только по одной причине. Подведение итогов и награждение победителей за сюжеты и фильмы, которые участники присылали до начала фестиваля. Работы в этом году жюри впервые оценивало в прямом эфире. «Видное» отметили сотрудники Госадомтехнодзора Московской области и наградили почетным третьим местом в специальной номинации «Комфортное Подмосковье». А заветного первого места и чашу «Братины» «Видное ТВ» удостоилась в номинации «Социальная реклама за ролик читать всегда модно». Председатель жюри Александр Стефанович признается, именно эта работа, по его мнению, должна была получить гран-при. «Совершенно серьезно обсуждалось, но просто потом пришли к выводу, что такая несерьезная номинация, значит, не может быть награждена самой большой братиной. Но мне было это очень жалко, потому что в маленькую минуту времени уложено огромное количество юмора, огромное количество многих смыслов. Я поздравляю участников, думаю, что они будут участниками следующего фестиваля, и там я добьюсь, чтобы вам дали главный приз». «Что получилось, решать не нам, решили судьи. Я так думаю, что это тоже удачный набор, это полностью весь состав, третье место, второе и первое. Нельзя же отдать все нам, поэтому надо делиться». «Братьяна 2018» завершена. Весь следующий год коллективы телеканалов будут работать и ждать следующего фестиваля, чтобы в очередной раз продемонстрировать свои силы, попытаться заслужить звание лучших в своем деле и встретиться с единомышленниками. Юлия Погосян, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ.